Продолжение следует... 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 полиция о такое дело даже тут ничего не держится полиция дорогие друзья вышел к информационным стендом они там закрылись супруга из моей сына стусе и не пускают не пускают замечательно полиция 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 пустите меня не пускают ребят реально забаррикадировались не пускают полиция а если здесь правонарушение или преступления совершается я вот к вам стучусь а вы меня не открываете полиция ребят ну наверно придется к вам обращаться мы как бы тут ну сами немножко можем ну вот вообще хоть согласности хочется показать людям вот это вот это напоминаю муниципальный отдел министерства внутренних дел российской федерации прохладненский находимся мы в кбр город прохладный вот так вот здесь полиция разговаривает обращается с гражданами с народом да вот это наши наемные работники которые вот так себя ведут ну и повторяю да то есть понимаете холопы где ваше место на парковочке полиция пустите меня пожалуйста я хочу заявить о право на преступление полиция пустите я хочу заявить о преступлении полиция нигде никаких надписей что режимный объект или что-то это отдел но будет уточнить так это их квалифицирует здравствуйте а вы сюда а там они отключили я стучу стучу мне не открываю тарабанью прям сильно тарабанью не открывают вот так вот замечательно ну дорогие друзья это вам будет бомба просто риса это для тебя тоже покажешь своим подписчикам до последнего у нас славили в городе прокурора теперь по моему дошли до мвд очень вас тоже не пускаю до видеть вот так вот вот так вот а вы сотрудник не хочет общаться повторяю дорогие друзья меня буквально вытолкнули в четыре руки двое один дежурный второй ну он представлялся какой-то начальник может быть даже начальник всего этого отдела муниципального так ну вот как бы зайти не дают хочу пойти со стендами ознакомиться не дают говорят вот здесь знакомься здесь свое место гражданин представитель общества не открывают полиция можно заявление написать странно друзья не пускают полицию так вот наша полиция охраняет закон граждан алло заявление хочу написать ну изложу заявление это кому я должен в смысле не понял это какие нормативные акты так я ожидаю уже очень долго долго ждать еще ужас ужас не пускают обалдеть морозят вот так вот на улице свою власть граждан ожидайте ожидаю уже полчаса долго еще ожидать а как долго можете мне сказать как долго ждать а два сразу не принимаете от двух граждан сразу им я тоже хочу заявление подать ожидать очень интересно ход строго по одному если хотя бы один гражданин есть в этой организации все второго уже не пускают и ждать я должен на улице ребята они там в тепле сидят греются гражданин на улице представитель народа представитель общественного движения вот так вот дежурный а мне холодно я замерз спустите я вас там вот ну постою я не буду заходить через вашу рамку просто постою погреюсь мне холодно дежурный можно я загрею погрею спустите нет это не готовы кто выйдет сюда а вы кто здравствуйте вы полицейские вы полицейские ответьте пожалуйста на мой сотрудник полиции нету я неплохо почему не исполняете тогда закон статью пятую закона о полиции я к вам обратился вы должны представиться по форме почему не представляетесь сотрудник отказываетесь представляться мне сотрудник то есть вы отказываетесь уезжаете правильно я понимаю представляться мне не хотите я отражу это в жалобе а это личный автомобиль ваш да вот у нас сотрудники полиции служебное время я так понимаю пользуются непонятным автомобилем не знаю уж может у них служебный такой но данный сотрудник отказался представляться чем нарушил пятую статью закона о полиции пункт четвертый если не ошибаюсь или шестой да четвертый если он ко мне обращается шестой если я к ним обращаюсь не захотел исполнить отказался жалобу тоже напишем замечательно полиция здравствуйте здравствуйте полицейский да представьте пожалуйста а Ташина Георгиев слышал. Еще раз? Ташина Георгиев слышал вас. Не молочишь. Георгиев Вазматович. Замечательно. Хочу оставить вам устное заявление. Согласно 736 приказу министра МВД Колокольцева, вы должны у меня его принять в устной или письменной форме. Нет, я к вам обращаюсь. Там сказано, что любой полицейский, независимо от того, ДПС, ППС он или еще кто-то, даже устно должны принять. Ну не знаю, колокольцы так сказал, это не, ребят, это не моя блажь. Давайте, мы его зафиксируем все. Давайте, хорошо. Можно зайти? Документы есть у вас с собой? Права есть. Да, права есть. Подойдет? Можно? На каком основании? Я же должен досадиться. Я же на поводку могу досадиться. Тут пропускной режим? Да. А вы занимаетесь конкретно? Я их никогда не делаю. Вмечательно. Мне вот холодно, говорят ждать здесь. Я замерз уже очень сильно. Я гражданин. В смысле они имеют право меня держать? На улице? Я говорю, вот сюда меня запустите, я рядом с дверью постою. В смысле, я холодно, вас не задевает это, то, что ваш работодатель, гражданин, находится в таких условиях. Вас никак это не трогает. Почему не запускает? Запрещаете ему запускать меня? Сотрудник. Камеру снимать нельзя. Чем это рекламентировано? А мне Конституция говорит, что можно. У вас режимный объект? Да. Чем отличается режимный объект от места общего пользования? Дай это, например, память, как я принес, дай. Я замерз, в конце концов, ребят. Просто по-человечески. Я вот сюда зайду, я не буду дальше. У вас же пропускной режим, вот DR, правильно? Да. Ну вот, я вот сюда зайду, я не буду туда заходить дальше. Пустите меня, процесс. Сейчас минуту подожди, пожалуйста. Ну я здесь подожду, я объясняю, мне холодно, элементарно. Ну я же... Я вам скажу, как здесь запрещено снимать. Я не туда не захожу. Не надо. Режимный объект, где у вас начинается? Здесь или здесь? Отсюда. Отсюда она начинается с этой двери. Так почему он тогда проверяет документы там аж? Где там? Ну вот аж за рамкой. Если здесь, а если я сюда с автоматом выйду? Либо здесь по камере видят. Сейчас он выйдет. Я залез... Ребят, подождите секунду. Я замерз, я гражданин. Я вам говорю, что я замерз, мне холодно. Вы отказываете мне? Вам никто ничего не откажет. Ну тогда я здесь постой, погреюсь. Я здесь подожду. Я не против подождать. Еще раз говорю. Но я подожду здесь. Вот тут у вас теплее. Вы сами-то слуги, служите. Надо орать, пожалуйста. Вы же в тепле сидите. Почему? Меня возмущает, как гражданина. Почему я не должен повышать голос? Я оскорбляю вас чем-то. Я налоги плачу, чтобы вы получали достойную зарплату. Будьте добры ко мне с уважением относиться. В первую очередь. Я вам повторяю, я замерз. Вы мне говорите, подождите на улице. Как это так? А документы отдадите? Вы удостоверились моей личности? Я отдам тебя. Спасибо. Основные требования для приключения съемки являются пунктом 25, части 1, ст. 13, ст. 07.02.2019 года. Полиция имеет право обеспечить безопасность и антидесятическую защищенность зданий и сооружений в помещениях и иных объектов МОД. Его требуют органов, организаций и подразделения требовать от граждан соблюдения пропускного и внутри объектного режима на охраняемых полиции в объектах. Вот, почитайте, здесь все, и здесь все протестировано. Хорошо, это мы с этим, памятка. Да. Это внутренняя ваша? Это... Это ваше внутреннее распоряжение? Не только внутреннее, это с управлением пришло. Ну, внутреннее, подождите. Я должен подчиняться вашим внутренним памяткам. Я должен подчиняться вашим внутренним инструкциям. Не только вы и гражданцы, и здесь записаны. Это для меня написано? Вот это. Для всех написано. Хорошо, ладно, с этим разберемся. Сотрудник. Здравствуйте. А полицейский? А? Полицейский. В смысле, да? Сотрудник полиции? Да. Я к вам обращаюсь. Я слушаю вас. Представиться не хотите? Я? Да. Я к вам обращаюсь. Вы с какой целью прибыли сюда? Ну, у меня цель была одна изначально. Но сейчас их больше и больше становится. Вас что-то не принес сюда или что-то? Хорошо, секунду. Вы... Я у вас там не снимаю. Здесь тоже режимное учреждение? Вот здесь. Ахняемая аудитория, да. Хорошо. Вот мне сотрудник сказал, что у вас режимное учреждение начинается вот с этой двери. Нет. Здесь общественное место, я хочу у вас уточнить. В данный момент вы сюда кого-то пригласили? Сюда кого-то? Давайте дадим юридическую оценку. Это общественное место? Вот это конкретно. Да, я стою сейчас на общественном месте. Или... Вы как классифицируете его? Как общественное место? Есть две классификации. Общественное место, режимное учреждение. Я знаю, что есть такое общественное место, понятие. Есть, нету понятия. Общественное место? В данный момент вы прибыли с каким вопросом сюда? Подразделение об этом? Подождите. Вас кто-то не принес? Вы... Вы уводите тему. Я... Я не уводите тему. Вы со мной сейчас разговариваете уже 10 минут. Вы не представились. Я к вам не разговариваю. Согласна? Я... Подождите. Я к вам обратился. Вы должны вообще речь со мной начинать с представления. Это федеральный... Это закон о полиции. Статья 5, пункт 6. Четвертый, если вы ко мне обращаетесь. Шестой, если я к вам обращаюсь. Там аналогичные у вас обязанности. Вы сюда прибыли для чего? С какой целью? Представиться не хотите? Майор полиции Шевелев. Ага. Все? Все. Ни имени, ни отчества, ничего нет у вас? Майор полиции Шевелев. Имя отчества? Левье Николаевич. Левье Николаевич. Подостоверение можете показать? Ваше, конечно. Мое, могу, конечно. Будьте давай. Пожалуйста. Нет, видеосъемку я не... Почему? Потому что. У меня память плохая. Нет, извините. Ну, вы должны. Видеосъемка нет. Почему? Видеосъемку мне конституция обеспечивает. Молодой человек, вы прибыли. Здесь есть оперативный дежурный. Я не против, но... В зубной части. Вы можете обратиться... Колокольце сказал, министр внутренних дел, что не важно, ППС, ДПС, какую бы должность ни занимал, должен по первому требованию. Есть оперативный дежурный. Если у вас какие-то существуют вопросы... Обращение мне к вам. Оперативный дежурный прибывает сюда, к вам, и принимает у вас любое устное письменное заявление. Хорошо. Заявление я хочу, чтобы вы приняли. Не будете? Отказываетесь? Заявление отказываетесь принимать? Нет, не отказываю. Примите, пожалуйста, у меня вообще устное заявление. Понимаю. Фиксировать не будете? Да, мне нужно документы принять. Сейчас мы документы возьмем план. Хорошо, я подожду. Хорошо. А это долго будет? Нет, буквально одну минуту. Хорошо, спасибо. Дорогие граждане, наконец-таки мы попали в дежурную часть к информационным стендам. Вот мы их сейчас хорошенечко заснимем. Что здесь есть? Чего здесь нету? Ознакомимся пока что. Пока что ознакомимся. Вот перечень многофункциональных центров. Что тут еще есть? Госуслуги. Что тут еще? Как подать заявление? Вот, пожалуйста, давайте. Это вам все пригодится. Это очень нужная информация. К сожалению, мы к ней попали только пройдя ряд сложностей определенных. Уголок правовых знаний. И вот надо бы учить сотрудникам. Учить. Долго этот беспредел будет? Почему вы не пускаете гражданина? Что это такое вообще? КПП они тут устроили. Видите, господа? Тройное КПП. Первое, второе. На каком основании? На основании нельзя здесь менять. Кто это сказал? Я вам говорю нельзя. А вы кто такой? Я начальник смены. Представьтесь, пожалуйста. Бабаев, начальник смены. То есть вы лично запрещаете мне видеосъемку? Не я лично. А кто? А приказ Российской Федерации, который запрещает. Снимай. А это вам не надо знать. Да что вы говорите? А я вам говорю. Вот потому что мне это не надо знать. Поэтому здесь это и происходит. Что происходит? Статья 29, пункт 4, Конституция Российской Федерации позволяет и гарантирует мне право на сбор всей доступной мне информации. Доступной информации. Правильно. Здесь недоступная мне информация находится? Вот эти стенды для того... Подождите. Я имею в виду всеми доступными мне путями. Видеосъемка это доступный мне путь. Вы читать умеете Конституцию? Вы читать умеете Конституцию? Я хочу умыть слово вам пулять. Вы не умеете свои слова сказать? Вы капитан? Вы не умеете сформулировать свою речь, что вы хотите? Что вы хотите? Я хочу, чтобы вы перестали нарушать мои Конституционные права. Какие нарушаем ваши права? Которые гарантировали мне Конституцию? Чем они гарантируют? Конституцию. На сбор информации. На сбор информации вам дам мое право. Да, все правильно. Я его собираю. Но снимать видео о деле запрещено. Сним. Приказом Российской Федерации, Министерством внутренних дел, это вам не надо сдать, это и слышный приказ, и служебный приказ, о чем вы говорите, что вы сейчас хотите, я хочу, чтобы вы перестали нарушать мои конституционные права, это первое, что я хочу, дальше я хочу подать на вас жалобу, лично на вас, согласно 85 регламенту, исполнить, теперь я вам принесла заявление, и еще раз там не пускать гражданина, и что, дальше будем смотреть, смотрите, что вы будете, вы себя вести, я буду вести, да, вы, вот именно, вы должны, по закону, по закону, а вы себя ведете не по закону, сейчас вы реально, расскажите мне, будете рассказывать и объяснять, по какому праву вы устроили масса нарушений на правах граждан, обязательно пойдем, обязательно пойдем, обязательно, обязательно, дайте, еще раз заявление примите, еще раз заявление давайте, гражданин писать будет, здравствуйте, я заявление отдала, сейчас я одну секунду отчитаю, я с вами просмотрю, а вот эта информация для кого? для граждан, а почему они статистические? чтобы ознакомиться? в установленном порядке, надо ли, для услуг, у меня свободный доступ должен быть информацией, ну, как вы думаете, вы заходите в отдел полиции, любовь с удовольствием? да, я не думаю, проверился, да, да, так и есть оказывается? если я должен что-то показывать, если я вот иду просто по улице, вы гражданин Василиска, покажите в вас, я не должен его носить. подождите, у меня плохая память на лице, может быть, это не будет, я забыл, сейчас подошли, сейчас подошли, сейчас подошли, учетскую полномочию вот здесь, на стопеньке, замечательно, я рассужден, вот, я просто, мне вызвали, чтобы вы пишут заявление, по вашему заявлению прибыли, это мы, чтобы, хорошо, я его не подал еще, я его сейчас подам, напишите сразу данному гражданину объявите по статье 306 уже привлекался я вам уже разговариваю есть статья 306 я вас виду можно заведом ложном доносе ваше заявление готово давай нет еще я его регистрировать еще не мешать посмотрите если судимый то черный у нас у нас видео снимается замечательно пишите пожалуйста конечно вы думаете только вы умеете снимать у нас все снимается пожалуйста у вас запросим ваше предоставление я вас предупредил я обязан вас предупредить да я тут расписался пожалуйста пишите вопросов вообще нет пишите Всего хорошего, учите законы, учите приказы Колокольцева.